Добро пожаловать! Как-то соскучились. Вы тоже не были вместе, да? Через экран, через телевизор не всегда удобно иметь общение и понимать. Ну, хотя бы так. Господь дал удивительную возможность. Знаете почему? Потому что Он умер на кресте и соединил нас с Святой Кровью. Мы теперь одно в Иисусе Христе. И мы братья и сестры, мы разных возрастов, разных национальностей, но мы одна, мы одна семья. И Господь оставил Свою Церковь и поставил Свою Церковь как стол утверждения истины. Аллилуйя! Я сегодня хочу говорить удивительную тему. Вы знаете, когда Иисус в сердце, когда Иисус в жизни, тогда не просто ты посещаешь Церковь, не просто ты молишься, когда тебе трудно, но твое мышление меняется, твое отношение меняется, твои желания другие становятся, тебя просто влечет. И многие говорят, что вас влечет эта Церковь? Да просто потребность внутри, потому что Иисус в сердце. Когда Иисус в сердце, знаешь, ты радостный. Когда у тебя нет радости, значит что-то не в порядке внутри. Потому что ты знаешь, что есть Царствие Божие. И даже в это непростое время, когда столько страхов, столько переживаний, есть уверенность внутри. Уверенность. И даже тогда, когда мы смотрим смертью, в глаза у нас есть уверенность. Потому что смерть это не конец, дорогие мои. Смерть это будущее. Будущее, к которому мы все стремимся. Аллилуйя! Что-то аллилуйя такое слабенькое. Это настоящая вера. Это настоящая вера. И я всегда вот это, особенно вот эти последние годы, когда началась эта пандемия, всегда молюсь Господи, дай понять, понять время, в котором мы живем. Дай понять предназначение Церкви. Дай понять предназначение каждого из нас. Что ты ожидаешь сегодня от нас? Это правда ведь? Потому что Бог... Это мы думаем, что случайно такое что-то пришло, у Него все под контролем. Братья мои и сестры, у Него все под контролем. Моя и твоя жизнь. Конечно, есть здравость, есть некое правильное размышление, как нам поступать, делать, но Он все контролирует. Важно слышать, понимать, что Он хочет сегодня от меня и от тебя. Я думаю, что я буду говорить о насущном. Потому что есть то, что Бог ожидает от каждого из нас. Дорогие, я рад, что ваша церковь такая активная. У вас и это проходит. И то проходит, и туда собираем, и то делаем. Это здание выкупили, уже хотите там что-то творить, делать. Аллилуйя. И это здорово, это правильно. Но я сегодня хочу больше говорить, наверное, лично к нам, потому что есть общие дела, которые мы делаем. И мы тоже делаем, но есть наша обыденность в жизни. Смотрите, что говорит Писание. Первый текст, я прочитаю, это Титу, послание Титу, 2 глава, 14 стих. Который дал себя за нас, то есть Иисус Христос, чтобы мы, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, добрым делам. Послушайте, Бог избрал свою церковь, Он поставил свою церковь. И когда я думаю об Омске, знаете, о чем думаю? О церкви. Вот все мой взгляд вот о церкви, потому что я знаю, здесь благословенная церковь, Жатва и многие другие церкви, которые здесь в этом городе. И Бог предназначил церковь, чтобы она светила, чтобы она Иисуса показывала в этом мире. И заметьте, Он избрал нас, Он избавил от всякого беззакония, очистил нас, знаете, к чему? Чтобы мы были народ, ревностный к добрым делам. Другими словами, чтобы мы были добрыми. Чтобы мы были добрыми. Этот год в Российской церкви объявлен как год служения друг другу. Знаете, о доброте может быть не так важно много слышать, важно чувствовать, важно видеть это. Потому что доброта, она исходит где-то изнутри. Она исходит не от того, что сказали что-то сделать. Не потому что, не потому что вот пригласили или попросили помочь, а доброта в сердце, она ищет реализации. Она ищет, чтобы что-то сделать доброе, помочь. Знаете, что я заметил? Что желать и делать это не одно и то же. Мы все понимаем, что надо быть добрыми, но не все добрые. Мы все понимаем, что надо помочь, но не всегда мы видим, где помочь. Мы все знаем притчу или случай, который Иисус сказал о самарянине, который помог вот этому, который попался разбойникам. И мы знаем, что не надо пройти мимо. Но просто их не встречается на пути. Их не бывает в нашей жизни. Давайте мы откроем удивительные тексты. Это направление моей проповеди будет. Четвертая книга царств. Четвертая глава с 8 по 10 стих. Итак, четвертая книга царств. Четвертая глава с 8 по 10 стих. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему. Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно святой. Сделаем ему небольшую горницу над стеной. И поставим ему туда постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Мы даже не знаем имя этой женщины. Вообще писание говорит, проповедники называют ее Санамитянка. То есть она жила в городе Санам. И однажды был такой день, когда Елисей, придя в этот год, город встретился с этой женщиной. Вообще, что такое доброта? Я покопался, я прочитал. Знаете что? Доброта это стремление помочь людям, причем не требуя за это благодарности. Это свойство души, позволяющей не оставаться равнодушными к бедам других. Оказываться рядом тогда, когда это так необходимо человеку. Дорогие, наш Бог добр. Наш Бог добр. Он настолько добр, что отдал своего Сына Иисуса Христа за грехи наши. Он умер не за праведников, а за грешников. Знаете почему? Потому что Он добр. И Бог желает, чтобы каждый приходящий к Нему тоже имел доброту, отзывчивость. И знаете, я думаю, что вот у нас богослужение. Но настоящее служение должно начинаться тогда, когда мы выходим среди их стен. Вот это целая неделя нашего служения. Служение ближнему. Знаете, кто твой ближний? Кто больше всего мозолит твои глаза? Каждый день. Когда ты встречаешь соседа один раз в неделю, это не ближний твой. Может быть, он какой-то дальний, но он ближний. Это каждый день. И знаете, что я заметил? Любить ближнего непросто. И быть добрым к ближнему тоже непросто. Вы знаете, мир сегодня наполнен злом. И зло, оно увеличивается. Знаете, почему зло увеличивается? Потому что доброты мало. Иисус поставил в Свою церковь. Смотрите, что Он сказал. Что церковь – это столб и утверждение истины. Вы знаете, вот есть теологическое понимание церкви. Церковь – это экклессия, собрание, да? И у меня всегда вопрос. Вот у нас сейчас церковь, аллилуйя. А когда закончится собрание, где церковь? Так она есть или нет? Когда собрание заканчивается? Дорогие, конечно, есть. Она просто, как сказать правильно, расплывается. Она по всему городу. Она даже за пределами. Она везде – церковь, на предприятиях, в домах, в автобусах, в маршрутках. Церковь – везде. Потому что я – это маленькая часть. И влияю. Аллилуйя. И знаете, как побеждать зло? Никогда зло не победишь злом. Знаете, как побеждается зло? Добром. Зло побеждается, побеждается добром. Первое послание Петра, 2 глава, 15 стих. Смотрите, что говорит. Ибо такова есть воля Божия. Вот если кто-то молится, Господи, я хочу знать волю Твою. Скажи мне, что ты хочешь от меня? Что ты ожидаешь от меня? У меня Божий ответ прямо к тебе сегодня. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. В другом месте написано, не будь побежден злом. Но что? Побеждай зло – добро. Тебя обидели? А ты возьми и сделай добро. Вокруг столько несправедливости, а ты будь справедливым. Ты скажешь, ну и что? И что я этим сделаю? Послушай, Бог стоит за тобой. И для того, чтобы добро увеличилось, его нужно много делать. Я понимаю, что сегодня на добре играют. Ну, для нас верующих особо. Смотрите, что говорит Иаков, 4 глава, 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Кто понимает делать добро и не делает, тот грешит. Вот я не хочу, как бы, поставить тебя под вину, но тем не менее, это избрание наше, это призвание. Мы по-другому не можем и не должны. Аминь. Итак, Елисей, Божий человек, зашелся нам. И это не маленький город был, я думаю, что это большой город. И написано, одна. Не много, а одна. Нашлась одна женщина, которая попала на страницы Священного Писания. И здесь не написано, что она была добрая, что она была такая гостеприимна, но по ее поступкам можно определить. Это была добрая женщина. Она была добрая, аминь. Потому что она что-то сделала. В один день пришел Елисей в санам, и одна богатая женщина упросила. Слышите, это не он попросил. Это не он сказал, я голодный, кто бы помог мне. Она не просто предложила. Знаете, когда человек добрый, он всегда ищет возможности, возможности как-то найти, свою возможность реализоваться. Она упросила его. Я думаю, что она считала это честь. Вы знаете, делать добро – это честь. Это то, что нравится Богу, это то, за чем наблюдает Господь. Она упросила его зайти к ней и есть хлеба. Слушайте, насколько мое желание добра есть в моем сердце. И насколько мое сердце, мой дом, моя семья открыты к гостеприимству. Дорогие мои, я смотрю, что от этого порой люди страдают, потому что разные люди могут приходить в твой дом, потом непонятно, что может происходить. Но есть то, что Бог хочет, чтобы вырабатывалось внутри нас. Я помню мою первую миссионерскую поездку сюда, на Урал, на Север. Я помню, мы приехали в Киров, Киров. Я впервые в жизни был в этом городе. И у нас был единственный адрес. Мы пока добрались по этому адресу. Это было уже час ночи, уже все спят. И я помню, мы постучали, все закрыто было. Мы перелезли через забор, постучали. Мы впервые видели этих людей. Мы приехали из Белоруссии. Там у нас четверо мужиков таких. И представляете, сто часа. Мы говорим, мы верующие. Знаете, такая рассветшая улыбка. Верующие. Мы обнялись. Конечно, нашлись общие знакомые, но нас приняли. Мы ночевали там. Мы были братьями там. Потому что есть Писание, которое говорит, что мы были добрыми. Мы были добрыми. И знаете, что я заметил? Что гостеприимству нужно учиться. Гостеприимству нужно учить своих детей. Есть дом гостеприимный. Когда приходишь в этот дом, ты чувствуешь себя как дома. А есть дом, куда ты заходишь и не знаешь вообще где сесть. И быстрее забрать вещи, чтобы уйти. Дорогие мои, я рад, что вообще церковь в Омске гостеприимная. Я всегда очень уютно чувствую себя. У вас благословенный, чудесный пастор. Епископ. И я всегда очень так благословен. Благословен этой открытостью, искренностью. А ну знаете, как-то внутри это чувствуется. И я уверен в том, что Бог желает это развивать внутри нас. Аминь. Потому что принять гостей надо лучшее поставить. Понимаешь, ты можешь хлеб, чай там перекусить и нормально будет. А когда гости пришли, это надо что-то выложить, с кармана выложить. Это надо лучшее с холодильника достать. Мы всегда с женой, когда что-то вот заготали, там рыбу, там мясо. Вот лучшее это для гостей. А худшее для нас. Почему? Потому что гостеприимство, оно должно мотивироваться внутри тем, что мы должны создавать вот эту способность, чтобы люди могли уютно чувствовать себя. Потому что вера, это быть добрым. Однажды Павел в послании евреям, в 13 главе, смотрите, что говорит. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимством ангелов. Павел напоминает и говорит, не забывайте об этом. Нам свойственно забывать. Нам свойственно создавать уют. Ну и знаете, чтобы никто не мешал. Потому что католичные люди, ты чувствуешь себя как-то напряженно. А тут сам по себе, и все, никто не мешает. Дорогие мои, я уверен в том, что Бог хочет, чтобы церковь его была доброй, гостеприимной. И все сказали, аллилуйя. Библия полна вот этих примеров. Вот я хочу очень яркий пример показать золото. Вы знаете, Библия, она его называет праведником. И однажды пришли одни люди в город, в Содом, и Лот пригласил их к себе. Он не просто пригласил, он упрашивал их. Давайте мы откроем Бытие 19 главу, со 2 по 3 стих. И сказал, государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте. Умойте ноги ваши, встаньте поутру и пойдите в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, пришли в дом его, и он сделал им угощение, и спек пресные хлебы, и они ели. Праведный Лот. Написано, он мучился в своей душе, и при сестранике он не знал, но это были ангелы. Писание говорит, что многие, оказывая гостеприимство и доброту, они даже оказали ангелом Божиим. Так вот, Лот не знал, что это ангелы, он не знал, что это спасители его, он просто был добрым. Он сказал, как вы ночуете на улице? Вы не можете ночевать на улице. И написано, упрашивал их. Смотрите, что произошло дальше. Там злые люди приступили к их дому и хотели вот этих людей, пришедших в их дом, гостей, ну, другими словами, насиловать. И он, выйдя к этим своим односельчанам, упрашивал, говорил, ребята, не делайте этого. Смотрите, на что он решается. Это какую нужно доброту иметь, чтобы решиться. Знаете, я отец двоих дочерей. И говорит, у меня две дочери. Я вам выведу их, а этих людей не трогайте. Знаете, я вот не представляю, насколько нужно иметь заботу о людях, которые пришли в твой дом, чтобы позволить и отдать своих дочерей на непонятное, что там произойдет. Но он сказал, мой дом пусть будет для вас крепостью. Он приготовил хлеб, он приготовил лучшие. Знаете, вот точно так же поступил Авраам, когда вы читаете в Писании. Там написано, что Авраам тоже зашли вновь ангелы, и он тоже упрашивал, уговаривал их зайти в их дом. У него даже не было что готово. Потому что многие из нас, знаете, что думают, я в квартире еще ремонт не сделал. Ну, кого я буду приглашать? Как я буду приглашать? А мне кушать нечего. Вы знаете, что создает уют, комфорт, вот когда ты приходишь кому-то в гости? Это не то, что на столе красиво. Это не хрустальная или золотая какая-то там ваза там или светильник какой-то. Вот открытое сердце создает уют. Заметили? Я уверен в том, что Бог хочет, чтобы церковь его была наполнена добротой. Аминь. И вот женщина говорит, сделаем ему. Заметьте, она пригласила в дом, и Библия говорит, что Елисей постоянно приезжал и был в этом доме, и он чувствовал себя уютно, и они постоянно с лугой гейзием находились. Но вот ей показалось этого мало, что они приходят, кушают хлеб. Она говорит, давай сделаем горницу. Давай построим еще комнату отдельную. Но сегодня построить комнату, это тоже надо посчитать. Если, в общем, построить такую пристроечку, это надо подумать, что несколько сотен тысяч это будет стоить, если не миллиончик. А если там отделать еще, ну, то это нормальненькая сумма. И вот эта богатая женщина говорит, давай сделаем. Она посоветовала своим мужем. Муж не на первом, не на первых страницах здесь идет. Наверное, он был приближенный к Богу, но благословенные жены, они приводят правильно мужей к Господу. Аминь, женщины. Знаете, что такое вера? Я понимаю, что важно правильно молиться. Я понимаю, важно правильно знать Писание. Но настоящая вера, это быть правильным, добрым в сердце. Вот однажды к Иисусу пришел, даже не пришел, а он послал вначале старейшина, потом послал друзей, сотник. Иисус исцелил слугу сотника и сказал, что этот сотник человек великой веры. Это написано в Евангелии от Луки в 7 главе. Но что интересно, смотрите, как там интересно говорится, что пришли старейшины и говорят, помоги этому сотнику Иисусу, потому что он человек добрый, он построил синагогу для нас. После старейшины пришли друзья и говорят, Иисус, помоги ему, сделай это. Иногда мы думаем, что вера, это вот очень правильно попросить Бога. И когда ты попросишь Бога, Господь даст милость и ответит тебе на проблему, может быть, твоей дочери, сына, на твою проблему. Но настоящая вера, это быть наполненным добротой. Аллилуйя! Иисус говорит наше служение ближним. Смотрите, что Иисус говорил в Евангелии от Матфея в 25 главе с 34 стиха. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его, придите, благословенные, а Само Его наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, был в темнице, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, когда видели жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странниками приняли или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе? Иссар скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Послушайте, дорогие мои, смотрите, что учит Господь. Да, может, никому из нас не являлся ангел, может быть, не являлся Христос, но я хочу, чтобы мы могли понимать, что когда мы служим Богу, мы служим ближнему. И когда мы видим нуждающегося, мы помогли, и Он даже не может мне воздать, но мы помогли Иисусу. Когда мы видели Тебя, Господи, вы не поняли, когда вы служили друг другу, вы мне служили. Представляете, какая удивительная возможность, которую Господь дает. Мы знаем друг друга, мы знаем близко друг друга, мы знаем нужды, проблемы. И не обязательно, чтобы кто-то сказал мне, что Он нуждается. Ты увидел, ты заметил, ты помог. Ты прямо Иисусу помог. Когда мы видели Тебя странником? Когда мы видели Тебя в темнице? А когда вы сделали одному из меньших, вы сделали мне. Я однажды посещал в нашей церкви одну молодую семью, и они построили шикарный дом, и говорят, вот это наша спальня, вот это деток, а вот это комната для гостей. Какие молодцы. Вы заранее уже планируя дом, уже планируете, чтобы служить, дорогие мои. Потому что добро нужно делать с мудростью. Добро нужно планировать. Когда ты думаешь делать добро так, как получится, то очень часто не получается. Вот на зло мы должны быть простыми, а на добро мы должны быть мудрыми. Аминь. И однажды, знаете, я считаю, что я добрый, я добрый. Я уверен, вот если я сейчас прошу, кто считает себя добрым, то все поднимут руки. Но я уверен просто, что вы все добрые. Но знаете, что такое доброта? Доброта это не то, что ты думаешь о себе, а как ощущает это твой ближний. Как о тебе могут сказать те, кто рядом с тобой? Как о тебе могут сказать те, кто работают вместе с тобой, он добрый или нет? И вот я такой, епископ добрый, знаете, иду по улице, иду по улице, весь наполненный Божьим Словом, истинной. И так, знаете, перешел улицу и оглянулся, смотрю. Я не заметил. На пешеходном переходе я обогнал бабушку, которая несла там какие-то сумки там. А за мной шел молодой человек, знаете, он остановился возле этой бабушки, взял эти сумки, взял ее под ручку, перевел ее через дорогу. И знаете, мне так стыдно стало. Я думаю, думал, что я добрый, но я даже не заметил. Я даже не увидел, что ей нужна помощь. И вот этот молодой человек, знаете, он для меня пример. Быть добрым внутри, это хорошо. Но так, чтобы ощущали эту доброту, это очень важно, дорогие мои. И вот смотрите, что произошло дальше. С 11 стиха, это 4 глава. В один день он пришел туда и зашел, в горницу и лег там. И сказал Геезию, слуге своему, позови эту санамитянку, и позвал ее, и она встала перед ним. И сказал ему, скажи, вот ты так заботишься о нас, что сделать тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал ей Геезий. Да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и встала она в дверях, и сказал он, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременна, и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. Дорогие мои, а где вера? Она даже не просила, она даже не просила, она даже не молилась. Дорогие мои, я когда прочитал эту историю, думаю, господи, как мы порой как-то не до конца понимаем настоящую веру и наше отношение с Богом. Она просто была доброй. Она из искренней души что-то делала, что-то творила. Но пророк заметил, надо помочь. Представляете, человек Божий зовет тебя и говорит, ты в чем-то нуждаешься? Что тебе помочь? Что тебе сделать? Я так думаю, мы бы много сказали. Она говорит, нормально все, встрети своего народа я живу, все хорошо, нормально. Дорогие мои, я очень рад за Геезия, он был замечательным человеком, он заметил, что не хватает для нее. И он сказал, Елисею, да, сына нет у нее. Дорогие мои, Елисей подзывает эту сынометянку и говорит, у тебя будет сын. Он даже не молился за нее. Он не сказал, так говорит Господь. Я думаю, что он решал с Богом отдельно вопросы, но просто воздавал ей за добро. Дорогие мои, наш Бог есть в воздоятии. Библия говорит, будем делать добро всем, наипаче своим по вере. Библия говорит, что мы сеяли добро, потому что в свое время пожнем, если не ослабеем. Добро пожинается. Дорогие мои, я уверен в том, что Господь хочет, чтобы в нашей жизни мы были добрыми. Молитесь об этом, реализуйтесь в этом. Будьте благословены. Я не сомневаюсь в том, что Господь восполнит всякую нужду вашу. Аминь. Знаете, на этом история не заканчивается, она продолжается, когда мы читаем дальше. Я рад, что мы в домашних группах, мы знаем друг друга. Я рад, что мы в церкви, и мы тоже замечаем друг друга. И вот через год, через год, у этой женщины с Анамитянки был сын. Она растила его. И через какое-то время, когда он уже был подростком, я думаю, он пришел, сказал, болит голова у меня. Он был с отцом на поле. Он пришел к маме. Написано, склонил голову на колени. И умер. Дорогие мои, когда мы идем за Богом, когда мы следуем за Богом, в нашей жизни тоже бывают непростые моменты. Бог проводит нас через разные ситуации, насколько мы верим, насколько доверяем. Я тоже в своей жизни прошел через определенные обстоятельства, где я мысленно даже похоронил мою жену, похоронил старшую дочь, младшую дочь. Но они живы сегодня. Моя старшая дочь ей 25 лет, моей младшей дочери 22 года. И я знаю, что когда мы проходим через такие ситуации, проверяется настоящая наша вера. Проверяется, как мы доверяем Богу. Смотрите, что сделала эта с Анамитянка. Когда сын ее умер, она взяла и пошла к человеку Божьему, к Елисею. И она начала разговаривать с ним. Говорит, я же говорила тебе, не обманывай меня, человек Божий. Она не побежала к соседям, она не побежала к друзьям, знакомым. Она побежала к тому, кто может дать ответ. И когда Елисей пришел, Библия говорит, что он лег на этого мальчика, согрел его собой. Этот мальчик ожил. Что такое вера? Вера – это быть наполненным добром. И Господь наш есть Бог, Воздаятель. И даже спустя время, спустя определенные годы, когда в земле израильская был голод, Бог предупреждает эту женщину, что она ушла в другую землю, в другую страну и сохранила свою семью и свою жизнь. Дорогие мои, я знаю, что в Сибири очень много уезжает людей в разные места, обычно на юг. Но поверьте, не всегда хорошо там, где ты думаешь, что тебе хорошо. Библия говорит, познавайте волю Божию. Даже куда тебе переезжать, где тебе жить, это очень важно знать. Потому что Бог хочет участвовать во всей твоей жизни, во всех твоих обстоятельствах. Аминь. Семь лет было голода. И она жила в другой стране. Потом возвратилась обратно. Это восьмая глава уже книги царств. Мы читаем, что когда она возвратилась, смотрите, Бог так расположил и начальство, и власть, и что они возвратили определенную долю от участия или пользования той землей, на которую садили там другие люди. Господь есть воздоятель в нашей жизни. Господь тот, который заботится и смотрит внимательно, через что ты проходишь, какие обстоятельства твоей жизни. Дорогие мои, я уверен в том, что Господь не ошибся, что призвал тебя. Господь не ошибся в том, что позвал тебя в свое царствие. И поверь, он вникает во все обстоятельства, через которые ты проходишь, твоя семья проходит. Санамитянка. Удивительный пример человека веры, человека доброты. Я хочу помолиться вместе с вами, дорогие мои. Я уверен в том, что Господь, Господь, Он дает эту способность и мудрость для нас, чтобы здесь, на этой земле, мы строили Его царствие. Чтобы мы распространяли это царствие. Чтобы люди, видя наши добрые дела, знаете, прославляли нашего Отца Небесного. Аминь. Господь хочет отвечать на твои молитвы. Я хочу, чтобы твое сердце всегда было правильным перед Богом. И, может быть, у кого-то нет детей. Возможно, ты носишь какую-то боль, проблему и молишься об этом уже годами, возможно, десятками лет. Послушайте, дорогие мои. Я уверен, что Бог, Он есть Бог ответа. Я уверен, что есть Бог, Бог отвечающий. Я уверен, что Бог наш добрый Бог. Но Он хочет, чтобы мы были добрые. Чтобы обстоятельства не ожесточали нас. Чтобы обстоятельства не делали нас, знаете, грубыми. Может быть, даже не все происходит, как мы хотим. Но когда ты доверяешь Богу, я уверен в том, что Господь даст милость. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok